Все ингредиенты перед вами. 250 грамм муки, 125 грамм масла. Масло должно быть холодное из холодильника. 3-4 столовые ложки очень холодной воды. Посмотрите, я сюда даже лед добавила, чтобы вода была действительно очень холодная. И 25 грамм сахара. Если у вас есть кухонный комбайн, то это тесто можно приготовить в кухонном комбайне. Очень просто и быстро. Если же нет комбайна, то можно руками. Это все хорошенько перемешать. Тоже очень просто. Хочу дать вам совет, который я сама получила на кондитерских курсах в Лондоне. Они посоветовали вот это тесто замешивать обязательно холодными руками. И тазик тоже возьмите холодный. Перед тем, как начать замешивать тесто, холодное масло из холодильника вот так вот нарежем. На маленькие кусочки. В кухонный комбайн засыпем муку, сахар, добавляем масло, и включаем наш кухонный комбайн. Пока воду не добавляем. Когда все более-менее равномерно перемешалось, начинаем добавлять в холодную воду. И опять перемешиваем тесто. Добавляем холодную воду постепенно. По одной, по две столовой ложки холодной воды за один раз. И перемешиваем до образования теста. Посмотрите, образовался комочек теста. Это значит все, тесто готово. У меня ушло на это 5 столовых ложек холодной воды. Достаем тесто отсюда и заворачиваем в пленку. Теперь ставим в холодильник на 1 час. Предварительно завернем в пленку. Из этого теста можете приготовить множество различных сладких и не сладких пирогов. Тесто универсальное и очень хорошее. Рецепт этого теста я получила на своих кондитерских курсах в Лондоне. Спасибо вам за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал.